В Москве сегодня задержан подозреваемый в убийстве владельца крупной нефтяной компании. Нападение на Шалу Шаляхова произошло в ночь на пятницу. Возле подъезда на него набросился мужчина с ножом. Лицо скрывалось медицинской маской. Получал ли в последнее время нефтяник угрозы? И почему именно в эту ночь он был без охраны? Выяснял Фёдор Червяков. Консьерж утверждает, предприниматель передвигался с охраной. Нередко она видела его в сопровождении двух крепких мужчин. Шалва с ними подъезжал на эту парковку, ставил автомобиль и секьюрити. Сопровождали его до подъезда, а то и до квартиры. Но где была охрана в эту злополучную ночь, вопрос остаётся открытым. Это последние секунды жизни руководителя крупной нефтяной компании. Вот Шалва Шаляхов подъезжает к дому. Охраны нет. Вместе со спутницей следует в подъезд и проходит в лифт. Судя по всему, убийца поджидал жертву на его этаже и атаковал, когда кабина поднялась. Вместе с раненым бизнесменом он снова спустился вниз и покинул место преступления, тщательно закрывая лицо. Слышал, конечно, весь дом слышал. Сейчас весь дом обсуждает дерзкое убийство. Нападавший не оставил бизнесмену шансов, нанеся ему несколько точных и жёстких ударов ножом в грудь. Шаляхов скончался на месте до приезда врачей. А кто кровь оттирал? Это уборщица. Не выходу. Суббота воскресенье. А много крови-то было? Не знаете. Шалве Шаляхову был 61 год. Мужчина не просто обеспеченный, богатый. Свой основной бизнес построил вокруг нефти. Его компания занимается ремонтом скважин крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Также на бизнесмена было зарегистрировано несколько фирм, которые занимались ломом чёрных и цветных металлов, покупкой и арендой недвижимости, оптовой торговлей. Соседи характеризуют его как вежливого, но неразговорчивого человека. Я его не знаю. Он здесь снимал квартиру. А почему он в реальности снимал? Ну, говорят, что... Жители дома сейчас напуганы. Подъезд хоть и в праздничном оформлении, но сама мысль об убийстве в канун Нового года постояльцев расстраивает. Ну, напуганная, но... Неприятно, да? Неприятно, конечно. Когда гибель людей, это всегда неприятно. Следователи сейчас отрабатывают различные версии убийства, устанавливают связи предпринимателей и его недоброжелателей. Но главный источник информации, конечно, это предполагаемый убийца, которого удалось задержать спустя несколько часов. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы. Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина с 1980 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения. Между тем, некоторые эксперты уже высказались по поводу ЧП. Версию о заказном убийстве многие сразу отмели. Специалисты обращают внимание на способ расправы. Не так уж и много спланированных покушений совершается с помощью ножа. Обычно киллеры не рискуют и выбирают огнестрельное оружие. Возможно, их догадки подтверждаются. Как стало известно, задержанный – сожитель бывшей жены бизнесмена. Вот, предположительно, его фотография. Не исключено, что подозреваемый мог мстить Шаляхову за некие обиды, нанесенные женщине. Федор Червяков, Борис Бовшик, Николай Ломакин, Станислав Еловский. Вести. Дежурная часть.